Саламас Тармахуми Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! До Нового года осталось совсем ничего, два дня, но и под Новый год разные интересные, веселые новости. Вчера ночью все СМИ Казахстана радостно разместили о том, что меня заочно осудили в России на 15 лет. Обратите внимание, что все средства массовой информации это публикуют ночью, поздно вечером. Есть очень простой способ определения того, что печатают СМИ Казахстана. Если это печатают все СМИ Казахстана радостно, значит, делай с точки зрения наоборот, не верь, и понимай, что это выгодно в первую очередь Назарбаеву. А с учетом того, что вся страна ненавидит Нурсултана Назарбаева и его режим, я понимаю так, что очень легко определить, в чем же суть дела. Суть дела в том, что Назарбаев все время хочет делать пиар черный, ну, под выборы, под любые какие-то важные события, чтобы размазать, как бы он считает, своих врагов. Ну и, конечно же, вы опять можете задать вопрос, у нас очень много темных людей, как же так, это же Россия, это там крутой Путин, он не имеет отношения к Казахстану, как же так, в России такое решение приняли. На самом деле, чтобы вы понимали, что Россия к этому никакого отношения не имеет, что есть известное соглашение Минское 93-го года, и тогда та страна, которая считает, что это Минское соглашение действует по просьбе, другой стороны может исполнить их просьбу. В данном случае Казахстан обратился с просьбой к России, чтобы меня осудили на территории России. Но, как вы видите, один диктатор обращается к другому диктатору, который вместе действует, как и он, собственно, как имеется в виду Путин, такой же диктатор, такой же коррупционер, только в больших масштабах, потому что размер экономики и размер страны во много раз больше, чем Казахстан. Вот, собственно, поэтому неудивительно, что именно в России такого рода заочное решение было принято, но на самом деле это смешно. Но представьте себе, что в конце 16-го года декабря я выхожу из тюрьмы, где я сидел более трех лет по запросу об экстрадиции из России и Украины, и все эти запросы были организованы Казахстаном, все уголовные дела в России и в Украине были возбуждены по просьбе Казахстана, и там все время говорится о неком ущербе, который нанесен БТА-банк Казахстан, и вообще Россия к этому никакого отношения не имеет. Вот здесь, во Франции, это представлялось так, что вот, Аблязов такой-сякой нехороший, и доллары переводили в рубли, и это только таким образом они формировали мое отношение, присутствие к России, и все. То есть при этом Россия никакого к этому отношения не имела, и, собственно, также и Украина. Но в 17-м году, после того, как Казахстан в лице Назарбаева понял, что меня из Франции невозможно экстрадировать, они спешно принимают заочные судебные решения, осуждают меня на 20 лет. Затем, уже в 18-м году осенью и в часть 19-м году, меня заочно осуждают на пожизненный срок. И обратите внимание, судьи выносят решение, что после того, как я отбуду свои сроки, а именно 20 лет и пожизненный, после этого я 3 года не имею права заниматься банковской деятельностью. Ну, то есть, это знаете, когда я показывал это решение французским адвокатам, они не могли поверить, что вообще такое возможно. А сколько у вас жизни, они у меня спрашивали. Почему после одного пожизненного срока вам дали еще запрет заниматься банковской деятельностью 3 года? Ну, этот клоунский режим сегодня пополнил своим новым успехом. Это решение в России на 15 лет тюрьмы, тоже заочно. Ну, и судя по всему, и Назарбаев, и Путин считают, что у меня жизни очень много, поэтому можно сколько угодно давать. Судя по всему, я попал в Книгу рекордов Геннесса. Как известно, высший суд Франции постановил, что все эти обвинения, сконструированные Россией, Украиной, Казахстаном, носят политический характер, что Назарбаев, манипулируя судебными системами, как России, так и Украины, имея влияние и контакты с высшими руководителями страны, добился получения вот таких судебных вердиктов и, собственно, самого преследования. Ну, конечно же, многие из вас скажут, что, возможно, это не так, но французский суд получил массу доказательств, когда Путин собирал представителей Федеральной службы безопасности, так называемой ФСБ, которые многие годы пытались убить Навального газом новичок. Ну, и вот, собственно, теперь этот новичок, он же опозорил и Путина, и всех его ФСБшников, которые хвастаются, что типа изобрели вакцину против коронавируса, так как они могут вакцину против коронавируса изобрести, если они не могут отравить одного человека? Поэтому этой вакцины, конечно же, никто пользоваться в мире не будет. И вот, теперь, значит, в России вот такое вот решение выходит, и у меня спрашивают, а что теперь будет? Не будет ничего. Это просто позор для Путина, это позор для Назарбаева. И обратите внимание, совсем недавно и вот сейчас вбрасывается комитет национальной безопасности, что якобы Ухтар Аблязов является агентом Путина. Как же так? Он живет столько лет за рубежом, его все время пытаются украсть, убить, вытравить, и ничего не получается. Как же так? Это не может быть. Значит, он агент Путина. Вот, собственно, вот такой вывод. Но, конечно, это версия для идиотов, которые не могут чуть-чуть пару фактов сопоставить. Ну, как же так? Если я более трех лет находился в тюрьме по запросу об экстрадиции из России, теперь Россия в мой адрес заочно вносит 15 лет, Генеральная прокуратура России делает заявление, что они не остановят свою борьбу против меня. Что я за такой агент, которого преследуют, сажают, пытаются убить и так далее. Ну, возьмем, к примеру, там, небезызвестного прокладку режима «Мамая», который открыто выходит на митинги, получает разрешение, типа противник режима. Других, просто активистов, закрывают тюрьмы на многие месяцы, годы убивают, а тут противник режима открыто входит. То есть вы прекрасно понимаете, что в нашей стране противник режима не может свободно ходить, призывать на митинги и говорить какие-то жесткие слова в адрес действующего режима. Это возможно только за пределами страны. Так вот, скажем, очередной провал спецслужб Казахстана, которые вообще с логикой не дружат. Они пытаются внедрить в сознание части людей, что якобы я агент Путина, раз меня не убили, но при этом начинают меня заочно осуждать на 15 лет, делать заявления Генеральной прокуратуры, конфисковали все мои активы, которые есть на территории России, захватили, переписали, просто переписали под дело в подписи. Это делал Назарбаев руками своих подручных, подручных типа Кенеса, Ракишева, Зятя и Манголита Смагомбетова. В общем, что могу я по этому поводу сказать? Что союз Путина, Назарбаева и Лукашенко, это союз диктаторов, которые работают против своего народа. Это миллиардеры или триллионеры, как Путин. Он самый богатый человек в мире, который контролирует самую огромную территорию, как Россия, она самая большая территория в мире. И вот все эти решения просто, по сути дела, выстрел в воздух, потому что Европа негативно относится к России. И, как вы знаете, сейчас идут санкции постоянно, как американские, так и европейские. Санкции сейчас идут против Лукашенко. Ну и после 10 января, когда выйдут протестующие на улице, безусловно, мы будем добиваться, чтобы международные наблюдатели не признали эти выборы легитимными законами. А значит, наша задача добиться и санкции против Назарбаева и против этой верхушки, если нам 10 января вдруг не удастся сменить режим. Но мы его все равно сменим в следующем году. Но и, безусловно, при активной поддержке общества будут международные санкции. Теперь, если возвращаться к тем будущим событиям, которые произойдут 10 января. Многие из вас, я знаю, что переживают, что режим будет применять силу. Я уже говорил, что такие крупные города, как Алматы и Астана, не более чем по 3 тысячи полицейских. Очень много беспокоюсь по поводу некого СОБРа, что вот эти бойцы, они особо, скажем, оплачиваем режимом и действуют очень четко по их команде. Я хотел бы сказать, что в Астане и в Алматы их не более чем по 500 человек СОБРовцев из 3 тысяч всех полицейских. В Шенкенте сейчас идет набор, их будет максимум 170 человек, а в областных центрах их до 100 человек максимум. Где-то 50, где-то чуть больше. Суммарно по стране СОБРовцев всего около 2 тысяч человек. Поэтому, что они могут сделать, когда на избирательные участки придут миллионы по всей стране? Ну, а в таких городах, как Алматы, свыше миллиона, в Астане около 600-700 тысяч избирателей, вы понимаете, что это ничтожная сила, которая будет размыта, разбросана по всем избирательным участкам этих крупных городов, где сотни избирательных участков. Что я хотел по этому поводу еще сказать? Сейчас, ну, пример Беларуси показывает, что нам нужно идентифицировать данные этих СОБРовцев. Нам нужно идентифицировать данные работников прокуратуры, силовиков, разных полицейских, и публиковать данные не только их, но и членов их семей. Они ходят в маске, закрываются, надо их идентифицировать. Потому что очень скоро, когда произойдет смена режима, политическая верхушка попытается убежать, а этим людям бежать некуда. Они, на самом деле, будут брошены на произвол судьбы, и с ними будет разбираться сам народ. И вот сейчас я знаю, что некоторые СОБРовцы собираются исполнять приказы Назарбаева, но вы все должны знать, как негативно относится к Назарбаеву, к его режиму весь народ. Это уже не является секретом. И поэтому вы должны соизмерить свои возможности. А сможете ли вы убежать из страны? Очевидно, что нет. Вам платят 500 тысяч тенге, да, но 500 тысяч тенге вы на них не проживете, не накопите большие резервы и не проживете за рубежом. Сейчас прошла презентация Итальянской Федерации по правам человека, ФИДУ, и Фридом Казахстан, организованный в Америке, это гражданин Казахстана Барлэк Медагазиев. Они создали платформу, которая позволяет контролировать, собственно, сам процесс голосования. Например, вы идете на выборы, голосуете, фотографируете на телефон свой избирательный бюллетень, а затем отправляете эту фотографию по ссылке. При этом там ссылки есть для избирателей, есть ссылки для наблюдателей. И таким образом эта автоматическая платформа позволит анализировать итоги выборов в Казахстане. Вы знаете, что на самом деле сейчас существует разного вида опроса общественного мнения. Ну, например, наш YouTube канал 1612 провел опросы, рейтинги среди существующих партий, которые выходят на выборы. Это 5 партий, ну, участвуют на самом деле, они все провластны одним словом. Так вот, рейтинг у Акжола, который вообще себя никак не рекламирует, только-только вот редкие видеоролики, редкие листовки, у нее 83%, а у Нуратана всего 4%. Представьте себе, и, соответственно, остальные провластные партии по 4-5%, у Нуратана всего 4%. При этом реклама Нуратана по всей стране, телевидение, газеты, реклама, все забито Нуратаном. И представьте себе 4%. Вообще, очевидно, чем больше Нуратан будет себя рекламировать, тем меньше он получит процентов, тем меньше. Ну, а мы знаем, что, например, в Астане, там большое количество курток лежит на складе у партии Акжол, и они его не раздают активистам, чтобы те не рекламировали Акжол, потому что и так уже режим напуган, потому что опросы общественного мнения, даже провластных сайтов, различных каналов показывают, что подавляющий перевес у Акжола. Представляете себе? Просто подавляющий перевес. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наша позиция, призыв поддержать Акжол, но не потому, что кто-то хочет проголосовать за этого плакальщика Перевашева, не потому, что Акжол имеет прекрасные программы. Нет, все партии, это партии Назарбаева, это предатели, это предатели нашей нации. Но мы призываем голосовать за партию Акжол, чтобы собрать весь протест в одну партию. Не голосовать за разные, как некоторые призывают, давайте за все разные, но против Нуратана нет. Нужно весь протест собрать в одной партии. И мы таким образом превращаем партию Акжол в троянского коня. Мы выходим на выборы и ломаем Нуратан. Конечно же, Нуратан в лице Назарбаева начнет делать массовые подделки, начнутся фальсификации. И вы знаете, что правым голосом обладает 12 миллионов человек. Вот представьте себе, что миллионы приходят на избирательный участок, заходят на избирательные участки, голосуют, не уходят. По очереди меняются, там два полицейских что-то говорят, их отодвигают, потому что вы знаете, эти мошенники, они подделывают ваши бюллетени и контролируют их, что они тогда смогут сделать? Ничего. И таким образом мы легко поймаем их за руку. В принципе, сейчас мы знаем, что международные наблюдатели двигаются по Казахстану, везде видят одни и те же нарушения. Активисты призывают голосовать за АКЖОЛ, их задерживают, конфисковывают листовки. Режим пытается оштрафовать. Уже, в принципе, нарушений достаточно. Активистов, которые призывают особенно активно голосовать за АКЖОЛ, этот режим преследует, придумывая разные обвинения. Это международные наблюдатели сейчас активно фиксируют. И поэтому идут разного рода ухищрения, чтобы обойти, искусственно создать перевес. Ну вот Соловей, Нурсултан Назарбаев, Ертезбаева заявляет, а вот народ голосует, до сих пор поддерживает более чем 74%. Где ты видел, Ермухамед Ертезбаев, эти 74%? Всякие провластные, типа Кастак и еще телеграм-канал Тимуру Колебаеву, везде показывают, что просто колоссальный разрыв между АКЖОЛом и Нуратаном. Все абсолютно независимые и зависимые от власти знают, впереди АКЖОЛ разрыв колоссальный. И это все перевес будет достигаться за счет искусственных вбросов. Ну мне пишут, например, преподаватели, ассистенты в учебных заведениях, они говорят, что принуждают студентов, преподавателей, вступать в партию Нуратан, требуют от них отчета. Уважаемые друзья, вы когда попадаете в избирательную кабинку, вас никто не сможет снять. Вы просто голосуете, фотографируете, и в конце концов, надо же принять решение для себя. 10 января это поворотный момент в истории нашей страны. Я знаю, что десятки тысяч учителей, участвующих в этой избирательной кампании, находящиеся в членах Центральной избирательной комиссии, в территориальных избирательных комиссиях, они, конечно же, собираются участвовать в подделках, подделках в пользу Нуратан. Но вы задумайтесь, у вас есть шанс вообще изменить ситуацию, помочь, помочь своему народу, помочь себе, прежде всего, в очередь себе, потому что у вас ничтожная заработная плата. И поэтому я обращаюсь к учителям, присылайте факты подделки, снимайте на фотографию, даже если вы являетесь членом партии Нуратан, голосуйте за Акжол, показывайте преступление этого режима, потому что очень скоро, очень скоро мы сменим этот режим, и все ваши подделки, ваше участие в этих фальсификациях проявится. Вот я вчера выставил видео, где несколько человек вбрасывали десятками в фальшивые бюллетени, их лица уже известны, они находятся под угрозой преследования. Затем, вы должны знать, что сейчас вообще отношение ведущих стран мира, Америки и Европы, кардинально поменялось к авторитарным режимам. Посмотрите, Путин под санкциями уже давно сидит, Россия та же самая под санкциями, после агрессии в Украину. Обратите внимание, Беларусь, которая избегала санкции, после того, как прошли выборы, и десятки тысяч людей вышли на протесты, теперь под прямыми санкциями находится Лукашенко, его ближайшее окружение. Люди продолжают выходить на протесты, и будущего у Лукашенко, его режимов уже нет. И все эти санкции западные страны подписывают только после того, как граждане выходят на активный протест. Из этой тройки Лукашенко, Назарбаев и Путин пока в целом остался вне санкций только на султан Назарбаев. И только от нас зависит, каким образом и когда затянуть всю эту преступную верхушку под удары, под удары именно Америки и ведущих стран Европы. И мы, я уверен, что сможем это сделать. Отношение этих стран поменялось. Я хочу сказать, что Freedom Kazakhstan зарегистрирован в Америке. И Барлет Мендагазиев, я слушаю все его заявления. Он сейчас будет работать над тем, чтобы против этой политической верхушки были применены санкции. Европа тоже самое приняла аналог закона Магнитского, который применяется против тех, кто нарушает права человека. И вообще все международные договора связаны с правами человека, с его нарушением, который подписал Казахстан. Казахстан и теперь этот закон действует будет и против Назарбаева. Поэтому уважаемые учителя и все те, кто участвует в подделке, вы должны понимать, что у вас две угрозы. Первое международные санкции и эти санкции будут бить и в том числе и по учителям. Когда эта международная организация Фиду и Freedom Kazakhstan получит данные через приложение, которое сейчас они озвучили, ссылки я после эфира поставлю, вы можете выйти из кабинки и отправить по ссылке фотографию с этим бюллетенем, вы должны понимать, что эти две организации будут фиксировать нарушения, эти две организации будут работать по санкциям из Европы и из Америки, под эти санкции попадут не просто политические верхушки, но попадете вы работники бойцы СОБРа, попадете учителя, поэтому для вас сейчас важный момент жизни, что вы будете делать 10 января, будете участвовать в подделках или нет. Еще, вот представьте себе, что режим имеет все, партии участвующих на выборах про Назарбаевские, центральная избирательная комиссия, ее председатель, просто родственник Нурсултана Назарбаева и все члены избирательной комиссии, его назначенцы сверху донизу. Казалось бы, уже все в их руках, но тем не менее, теперь они принимают решение, что нельзя фотографировать на избирательных участках. Нужно, чтобы быть наблюдателем, иметь полномочия такие, чтобы в уставе заранее было проговорено что ты участвуешь в этой организации и эта организация по уставу оказывается имела право выдвигать своих наблюдателей и этого оказалось мало, все эти законы были приняты тихо, незаметно. Теперь принимается следующее решение, что в связи с риском заболевания коронавирусом оказывается именно наблюдатели должны получить тест ПЦР, который будет говорить, что они не болеют коронавирусом и это нужно делать за 5 дней до дня выборов. Ну представьте себе для чего это делается. Это значит, что эти люди пойдут в специальные лаборатории, которые контролируются режимом, дадут свои фамилии, дадут данные своей организации, от имени которой они придут на избирательный участок. В это время КНБ их фиксирует, потом начинает находить руководителей этих общественных организаций, на них оказывается давление, чтобы эти наблюдатели были или отозваны, или действовали в пользу режима. То есть, вы понимаете, сколько они каналов давления создали. Что нужно делать наблюдателям? Не нужно идти получать данные ПЦР в каких-то платных частных клиниках, власть вас все равно с этими тестами не зарегистрирует как наблюдатель. Более того, идите на те лаборатории, которые укажет власть, именно там надо устроить бой. Что будет делать режим? Режим не будет давать вовремя справки или будут говорить, что вы болеете коронавирусом, будут придумывать разные ухищрения и опять это место боя, где будет скандал. Чем больше вот таких столкновений именно на тех местах, которые организовывают режим, тем лучше, потому что международные наблюдатели зафиксируют. что поле агитационное выжжено, участвуют только Назарбаевские партии, даже агитирующие за партию Акжол люди, все равно преследуются полицией. Нарушение закона выборов. И получается, что на каждом этапе все элементы, все против выборов и мы имеем абсолютную мотивацию 10 января выйти на массовый митинг, даже не дожидаясь итогов выборов. Я знаю, будет очень много выступающих, провластных, которые вам морочат голову, говорят, давайте зачеркните бюллетень, на самом деле они просто выбросят и не учтут, а давайте унесите бюллетень с собой, власть это просто не засчитает. Пассивный бойкот не помогает, помогает только режиму, только активные действия, когда все избиратели проголосуют против Нуратана, когда днем эти избиратели выйдут на акции протеста и в тот же день сменят режим, только такие действия дадут результат. Поэтому не слушайте никого, всех этих провластных прокладок, давайте действовать и что еще важно? Нам важно, чтобы все это произошло действовать организованно и слаженно. Мы уже запустили рекламу о том, что с 10 дня до 13 часов мы призываем именно в этом промежутке проголосовать. С пол первого дня до часа 30 необходимо собраться в определенных местах в Алматы и в Астане мы указали 6 мест в Шимкенте 3 и в регионах по одному месту. Люди там собираются с 12 30 до 13 30 затем пешим ходом полчаса приблизительно к месту проведения основного митинга с 2 до 3 митинга с 3 часов берем Ахарду и областные Акиматы. Что значит берем? Мы просто заходим и заполняем органы власти протестующими не деремся ничего просто заходим и заполняем что еще нужно для того чтобы миллионы человек проснулись не должна быть агитации просто отдельных людей например как я Мухтар Аблязов агитация должна быть миллионов что мы можем для того чтобы для этого сделать чтобы действительно сменить режим 10 января каждый из нас если просто расплеит и распространить всего лишь 20 листовок в этот день вся страна будет знать Ахжол лидер за Ахжолом стоит народ Ахжол мы используем чтобы свалить Нуратан и режим Нусултана Назарбаева миллионы людей они поддерживают эту линию Нуратану конец и тогда 10 января действительно сотни тысяч людей мы увидим на акциях протеста хватит бояться хватит жить такой ужасной жизнью все время стонать пора действовать у нас шанс 10 января сменить этот политический строй таким образом уважаемые друзья это одно из моих последних наверное выступлений перед новым годом я еще раз хочу обратить ваше внимание что 10 января независимо от того что праздники новый год и так далее 10 января мы поставили цель сменить режим и мы можем это сделать мы можем это сделать если мы действительно объеднимся и все вместе начнем действовать согласованно Алга Казахстан